96-летняя участница Курской битвы Анастасия Никитична Крастелева пришла возложить цветы к вечному огню на Самарской площади. Для человека, прошедшего всю войну, жара и плохое самочувствие – не повод в такой день остаться дома. Женщину поддерживает ее дочь Галина Белоглазова. Она рассказывает, на войну Анастасия Никитична попала 18-летней студенткой авиационного института и сразу оказалась на передовой. На ее счету несколько важнейших опасных заданий. Однажды ей поручили доставить секретное сообщение, которое смышленая девушка догадалась спрятать в косы. Юной Насте приходилось идти и в рукопашную, и прыгать с горящего самолета. Она горела в самолете, это в Прибалтике, когда самолет... Она и в самолете была? Да. И с парашютом выпрыгнула, летчик погиб, а она, значит, немцы ввели на расстрел. Подбили самолетом, и потом там одна женщина, она закопала ее в погреб, закопала в погреб, а девочку маленькую пустила в пациентский отряд. Чтобы ее спасти. Сегодня цветы к вечному огню возлагали участники разных сражений. Сергей Сергеевич Алехин воевал под Сталинградом. Ушел на фронт 15-летним юношей, воевал три года в пехоте. После ранения в голову оказался в больнице. Врачи поставили его на ноги и посоветовали учиться. Так Сергей Алехин оказался в военно-морском училище, а после войны более 15 лет прослужил в Тихоокеанском флоте. В Сталинграде даже ранения не получил. А под моим родным городом, Ростовом-на-Дону, я получил тяжелое ранение в голову. Хорошо, что я был в каске. То по разглядяйству надо, знаете, идешь без каски, все. А тут голову пробило. Активисты общественной организации «Офицеры России» рассказали, что занесли в Российскую книгу рекордов ныне живущего участника Курской битвы Самарца Константина Стычкова в номинации «Наибольший возраст ветерана контрразведки». Была такая инициатива, и книга рекордов проверила все документы. Мы им прислали все отчеты, они проверили и установили этот рекорд. В 49-й школе, где проводит, кстати, Стычков Константин Георгиевич до сих пор уроки мужества, и вся школа его любит, мы решили вручить вот этот рекорд там. Сегодня особый день в истории нашей страны. Это день Курской битвы. Это битва, одна из битв, которая сломала хребет фашистскому режиму. И благодаря победе на Курской дуге мы сегодня, вот мое поколение, ваше поколение, мы сможем жить. Мы отдаем сегодня дань памяти всем, кто погиб в этой Курской битве, кто умер после войны, и желаем здоровья, вспоминаем здоровья всех, кто сегодня жил. Сегодня на территории Самарской области проживают 49 ветеранов Великой Отечественной войны. Каждый из них в эти дни получил поздравление и подарок от губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Валерия Куценко, Григорий Плешаков, События.